Доброе утро! Невозможно не показать эту красоту. Прическа, конечно. Ужас! Называется, мама не может расчесать ребенка после ночного сна. Пить? Давай! Сейчас будут Тоньки готовить кашку. У нас овсянка будет сегодня. Я не знаю, на семье никто каши не любит. Такие молочные, так вообще. Сейчас я ее быстро заливаю водой и в микроволновке готовлю. За минуту она готовится. Соня нашла пластиковые ложки и вот начала ими кушать. Соня, кушай, кушай. Сейчас он уже... Оп. Садись. А, пить будешь? На, пей. В общем, и она прям очень хорошо этой ложкой очень хорошо кушает. Ей прям очень удобно. Она такая вот маленькая и в то же время глубокая. Вот я, наверное, очень полюбила эту ложку. Девочки, еще хотела вас спросить. Меня смотрят очень много мамочек. Наверное, в основном мамочки. Как вот этот вот слюнявчик? Он пластиковый. Мягкий такой. Резиновый, не резиновый. Не пластиковый, наверное, резиновый. В общем, он мягкий. Соня, а ну дай. Сейчас она попьет, покажу. Он, видите, слишком вот близко. То есть он вот так вот. Хотелось бы, чтобы он был вот так вот открытый, да? А он вот так. Как его можно сделать, чтобы он вот так вот был? Вот так вот, чтобы он был? Напишите мне, пожалуйста. Потому что, видите, по сути, оно все падает. И все падает ей на ноги. 10 часов. Знаете, хочется уже попить кофе. И хочется попить кофе с чем-то вкусненьким. Поэтому я решила не пить кофе, выпить воды. Здесь у меня банан, яблочко. И мы сейчас Сонька это дело скушаем. И пойдем на улицу. Вместо сладостей, вместо кофе. Лучше я кофе выпью в 12 часов. После того, как Соню уложу спать в спокойном состоянии. Поэтому сейчас такой у нас будет правильный перекус. И обязательно водичку. Я вам уже показывала. У меня такой большой пивной стакан стоит. На пол-литра. И мне вот удобно. Я контролирую сейчас. Я его налью. Естественно, я его за раз не выпью. Но мне вот его хватит. За несколько раз я его выпью. И налью еще себя. Ну что, мы с Сонечком приехали в магазин. Сейчас быстренько сбегаем за продуктами. Да, Сонь? Чуть не заснула в машине. Такое солнце, такая погода вообще классная. Да, быстренько. Привет, скажи. Привет, привет. Сейчас быстренько скупимся. И поедем, да? Привет. Так, ну что, сейчас я вам покажу. Покупочки мы дома уже. Все, что мы купили. Такое не очень много. Все необходимое. Нету здесь никаких овощей. Потому что у меня есть огурцы. Капуста есть. Поэтому я не стала брать. Ну вот, тем более, мы были в магазине. Я не очень люблю там, если честно, брать овощи. Лучше на рынке. Так, сейчас я вам все разложу. И покажу. Мышка, ты пришла помогать? Ага, мясо учу его. Так, все я разложила. Сейчас я вам быстренько покажу. Я знаю, вам это нравится. Так, филе. Нет, это бедро. У меня бедро куриное. Здесь килограмм. Цена у нас стоит 179 рублей за килограмм. Дальше взяла 1,2 кг филе куриное. 209 рублей килограмм. Я его разделю. Таким небольшим. Разделю по кусочкам. И спрячу в морозилку, либо что-то приготовлю. Сейчас не знаю. Так, взяла попробовать филе горбуши. Мне прям интересно. 349 рублей за килограмм. Тут получается полкилограмма 190 рублей. Я ни разу не брала такое филе. Хочу посмотреть, что оно себе представляет. Посмотрю. Потом, если с вами откроем, посмотрим, засолить или если запечь. В общем, будем с вами смотреть. Бананы. Бананы у нас по... Сонька уже ела. Сейчас я вам скажу, о чём. Так, 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 так. Бананы по 76 рублей. Так, взяла помыла. 139 рублей за килограмм. Взяла укроп. По 25 рублей пучок. Взяла. Пусть будет. У меня сейчас поставлю в холодильник. Дальше у меня закончился рис. Мистраль. Только сейчас уйдет 5 пакетиков. В основном уйдет по 6 пакетиков. Но макфы не было, поэтому взяла мистраль. Рис. Я беру вот такой вот недлинненький. Мне такой больше нравится. Гречку в пакетиках. Так, дальше взяла. Кетчуп взяла маленький майонез. Потому что дома нет. Это к шашлыку. Может быть, пиццу делать. В общем, взяла маленький. Пусть будет. Мы его редко едим. Но иногда хочется. Иногда нужно. Поэтому пусть будет. Кетчупа у нас 100 лет не было. Я его вообще... Мы очень редко его покупаем. Я бы сказала, даже никогда. Но оставила. Пусть будет. Начинаются праздники. Так, дальше. Молоко. Вкусноте его всегда берем. 2,5%. Мука 2 килограмма. Это мало мне. Но я бы сама бы не доперла. Потому что с Сонькой было сложно. Так, дальше. Взяла такой вот черный хлеб. Очень вкусный. Горчицу. Это на салаты. Мясо мариновать очень вкусное. Вкусную соль взяла. Для первых блюд. До этого брала с чесноком, по-моему. Называлась. Было очень вкусно. Я попробую вот эту. Не знаю. Так, 2 йогурта взяла. Потому что дети не особо едят. Думаю, съедят-съедят. Нет. Нет-нет. Поэтому 2 штучки. Творожный сыр. Взяла вот такую вот икру. Беру, кстати, ее первый раз. Именно этой фирмы другой не было. С копченым лососем. И берем на бутербродик. Очень вкусненько. Так. Кофе было по акции. Полкилограмма. 560, по-моему, рублей. Это в зернах. Будем сами молоть. Так. Дальше. Взяла вот такое вот маленькое печенье детям. Будут они есть, не будут. Не знаю. Дома нет вообще никакого печенья. Мы покупаем печенье очень редко. Сейчас я вообще не ем ничего сладкого. Дети тоже. Я в основном сама пеку. Но вот что-то я увидела. Мне прям захотелось. И вот такую вот я беру Марию. Всегда в упаковке. Это в машину у нас. В одной и во второй машине лежат на перекус. Детям всегда в машине должно быть такое. Потому что они вечно хотят кушать, как сядут в машину. Поэтому взяла. И вот взяла вот такое вот небольшое ситечко маленькое. Надо было там еще было побольше размером. Надо было еще взять побольше размером. Не надо. Иногда я ягодки размораживаю детям. Вот буквально по чуть-чуть. Вот очень нужно. И туалетную бумагу влажную взяла вот такую вот. Зеву. И Зеву трехслойную. 8 штук. 200 рублей. 199 рублей, по-моему, стоило. Все. Вот такая вот покупочка небольшая. Да. Это все мне вышло на 3200. То есть ничего особо не купил. А 3200 и нет. Поэтому как бы цены, конечно, такие приличные. Это еще без подгузников. Это без фруктов, без овощей, без химии. Вот. Ну, вот курицу взяла. Вот надо будет, наверное, либо потушить бедро, либо запечь. Мне нравится. Такой запас должен быть. И куриное филе тоже я люблю, когда оно есть. Можно и котлетки сделать впрок, в принципе. Так что, вот так вот. Так, вот такой вот у нас будет ужин сегодня. Картошка и куриные бедра посолила, поперчила. Чеснок сушеный. Забыла я купить сметану, поэтому без сметаны ставлю все это в духовку. И пусть готовится. Ну, курица, в принципе, быстро, картошка будет долго. Поэтому я ее режу такими вот небольшими кусочками, чтобы она... Можно было даже тоньше нарезать. Но я спешу, поэтому вот так вот. Сонька у меня сегодня поспала всего лишь час. Представляете, я ничего не успела. Все, ставлю в духовку. Пока я готовила, у нас тут произошла травма. Сонь, покажи пальчик свой. Видите, что у нас тут? Сонька порезалась. Стояла рядом со мной, схватила нож и прямо по пальчику. Да, Сонь? Крови было, конечно. Ого-го. Так, вы спрашиваете про мышку. Мышка это Ши Цун. Зовут ее Мишель. Мышка. Мышке 3 года. Прекрасная порода. Единственное, что нужно стричь. Она очень быстро зарастает. И волосы... Это у нее не шерсть, а волосы очень длинные. Нужно вычесывать, либо нужно стричь. Ну, так как она у нас гуляет на улице, поэтому мы ее стрижем. Видите, вот она сидит после улицы с мокрыми лапами. Купать ее нужно постоянно. Вот. Поэтому, если она у вас и живет дома, то, в принципе, она ходит либо на горшок, либо на пеленочку. Ну, без разницы. Очень любит детские игрушки пожевать. Она все время тащит у Сони всякие игры, в общем, игрушки. Это ее любимое дело. Тапки. Да, Мишель? Мишеля? Мышка? Мышка? В общем, вот такая у нас красотка. Вот такая вот у нас... Да, вот такая вот у нас беда. Да? Моя девочка. Больно? Мама испугалась, да? А у меня проблема века. Мне нужно помыть голову, а брови мочить нельзя. Я уже один раз мыла голову. Но очень неудобно. Все равно на брови натекает вода. Поэтому не знаю, как быть. Я уже оттягиваю, оттягиваю. Может быть, уже завтра пока похожу с хвостиком. Завтра уже, наверное, помою голову, потому что оттягивать нельзя. Сегодня я их смазала вазелином. Начинают немножко чесаться. В прошлый раз, мне кажется, такого не было. Не чесалось. Ну, в общем, посмотрим. Цвет немножко уходит уже. Не такой будет яркий. Сделаю коррекцию. Посмотрю. Наверное, это так же и сделает мастер. У меня спасибо большое, кто писал. Мастер действительно девочка. Мне очень нравится. Уже третий раз я к ней прихожу. Поэтому я довольна. Так что готовлю ужин. Варю рис еще. Может быть, кто-то из детей будет рис. У меня там рис в пакетиках варится. Очень, конечно, удобно. Так, картошка готова. Сонечку отложила. Огурцы, помидоры порезала. Пару дней назад огурцы стоили 100 рублей. Сегодня огурцы стоят 190, 170-190 рублей. Представьте, за два дня в два раза цена вылили. Помидоры по 360, что ли, что такое. В общем, вообще просто перед праздником народ сошел с ума. Цены, конечно, вообще космос. Так, после того, как приготовила картошку, я просто вот так вот губочкой вытираю это все дело. Она у меня была закрыта фольгой, но потом я открыла, чтобы она у меня поджарилась. Поэтому просто здесь и здесь я просто протираю и все, чтобы потом вот так вот не мучиться. Я хочу себя приучить к этому, чтобы вот так вот протереть. И у меня было все чисто. Сейчас я вам покажу. Перемолола я кофе. Вот такая у нас баночка. Икеевская. Я здесь перемалываю в нее кофе. Очень удобно. Оно так красиво стоит, смотрится. Мне очень нравится. Мы, кстати, заказывали две. И одна нормальная, вторая тоже была нормальная. Но когда я ее закрывала, она у нас лопнула. Так что вот так вот стоит у меня. У меня и такой кофе стоит, якобы с растворимым. Иногда мы тоже такой пьем. Когда такой, когда этот заканчивается. Нутелла. Покупаем редко, но вот что-то Димчик захотела. И вот периодически, иногда мы ему тоже даем нутеллу. Потому что очень сильно ребенок просит. Так вот, знаете, с блинчиками или с оладушками хорошо идет. Там чаи разные стоят. В общем, все. Вот, кстати, девочки, термос. Это очень хороший именно детский термос. Это, по-моему... Какой же? А, Крауф. Тоже Крауф. У меня такой же заварник и термос. Я заказывала его, я не помню, на каком-то сайте. В общем, он держит тепло очень долго. Практически всю ночь. Кипяток держит всю ночь. Я вот этот вот термос раньше добавляла в кипяток, наливала Соньке смесь, мешала. Потом я сюда компот наливала или горячую воду. И ночью вот она у меня пила. Сейчас, слава богу, все, мы ночью теперь не пьем. У нас нет ни бутылочки. Ночью она теперь спит. Она просыпает только один раз. Просто плачет. Я ее успокаиваю. Она засыпает дальше в ночь спать. Поэтому мы от этого отошли за, получается, за 4 ночи. Она начала спать хорошо. Поэтому нам термос уже не нужен. Я заказывала этот большой. Ну, как не нужен, тоже пусть он у нас будет маленький. И я заказала для нас уже большой. Он показывала вместе с термокружками для пикников куда-то выходить. Но этот маленький тоже, знаете, может быть, если куда-то зимой выехать, нужно будет налить водички именно маленькую. Тоже как бы нужно. Так, рыбку я засолила. Я засолила в этот раз прям кусочками. Порезала и засолила. В общем, попробую вместе с вами. Потом я расскажу, вкусно или невкусно получилось. Есть ли какая-то разница. Потому что такая рыбка, конечно, очень хорошо. Утром на бутерброды. Вообще класс. Так, у меня сейчас будет вечерний массаж такой вот щеткой. Я ее покупала на Валборис. Такое очень жесткое. Она очень жесткая. Но мне нравится. Знаете, вот она хорошо разогревает кожу. Но, скажу честно, делаю я массаж очень редко. Хотя зарекала, что буду делать каждый день. Но, к сожалению, мне не хватает на это силы, времени и желания, возможно. Поэтому было бы желание. Мы все всегда успеем. Мы выделим на это время. Вот. Поэтому сейчас сделаю такой массаж сухой щеткой. И все, в принципе. И на этом день будем заканчивать. Вот. И по поводу зарядки. Помните, я вам скидывала видео, где делать, в общем, зарядку для спины. В общем, пока я делала, мне было спине легче. Неделю я не делаю. И мне опять спине становится хуже. Там зарядка получается буквально 5 минут в день для спины. Но, когда я ее делала, мне прям легче становилось. И спине я чувствовала себя намного легче. А теперь я, короче, за неделю я почему-то забила на эту зарядку. Вот не знаю, почему-то я про нее забыла. И все. Как началось с выходных. И все. Поэтому нужно заново приступать. Немножко спина тянется. И немножко становится легче. Вот. Поэтому надо не забывать ухаживать за собой. Кстати, я вам скажу. Получается, как я сделала брови. Практически неделя прошла. Я перестала пользоваться вообще уходовыми средствами. Потому что я не могу нормально умыться. И поэтому я вообще ничем не пользовалась. Я вам скажу. За неделю кожа настолько стала сухой. И теперь, когда я наношу тональный крем, у меня начинает жирниться лицо. У меня такого давно не было. Было такое у меня раньше, когда был неправильно подобранный уход. Когда ты наносишь тональный, у тебя начинает прям жирный блеск. У меня такого не было очень давно. Потому что правильный уход. Кожа. А тут, получается, кожа сохнет. Начинает вырабатывать больше сала этого кожного, да. Жира этого. И, получается, лицо начинает жирниться еще быстрее. когда у вас правильный уход, кожа себя хорошо чувствует, поэтому, ну, я, может быть, неправильно рассказала неправильным языком, но суть вы меня, в общем, поняли, поэтому нужно обязательно ухаживать, не забывать об этом. Все, буду с вами прощаться, всем вам желаю хороших выходных, с наступающим 8 марта, я не знаю, выйдет видео до 8 марта или нет, поэтому всех женщин поздравляю, любите, будьте любимы, пусть ваши мужчины носят вас на руках, дарят вам цветы, независимо от праздника, у кого нет второй половинки, желаю вам найти вторую половинку, все будет у вас хорошо, будьте любимы, будьте счастливы, всем пока-пока!